Динамо Все, что не делается, все к лучшему. Я оказался в Динамо. Это флагман, наверное, не только европейского мини-футбола, но и мирового. Потому что мы в прошлом году доказали всем, что мы являемся одной из сильнейших команд в мире. Предложение от Динамо пришло очень вовремя. В московском ЦСКА, которому Сергеев отдал больше 10 лет своей карьеры, настали сложные времена. В результате армейцы были вынуждены расстаться со всем своим основным составом. Сергей в данной ситуации долго над принятием решения не раздумывал, однако первое время ему пришлось непросто, как-никак новая команда, чемпион страны. Но уже относительно скоро Сергей стал в Динамо своим и на площадке, и вне ее. В первом сезоне вместе с Динамо он выиграл Кубок России, чемпионат страны, серебро Кубка УЕФА и золото межконтинентального кубка. Это были его первые награды на клубном уровне за всю карьеру. В конце прошлого года на закуску у нас был межконтинентальный кубок. Это уже было после всех тех дел, всех банкетов, отдыха. И вот мы поехали на межконтинентальный кубок и выиграли эту медаль, обыграв лучшие команды мира. Стремление побеждать во всем и никогда не проигрывать появилось у него еще в раннем детстве. Самым тяжелым поражением для Сергея стал проигрыш сборной Испании на чемпионате Европы в феврале 2012 года. Россиянам тогда не хватило всего 35 секунд, чтобы поднять над головой Кубок Континента. С тех пор испанцы для капитана сборной России соперники номер один. Проигрываем. Не сказать, что по всем статьям. Бывают моменты, в которых мы даже их превосходим. Но вот чего-то нам не хватает совсем чуть-чуть, чтобы обыграть эту команду. И вот сейчас ближайший чемпионат Европы. Мы, конечно, постараемся восполнить этот пробел. Дома же капитан сборной России, один из толков обороны МПК «Динамо» тоже любит покомандовать. В хорошем смысле этого слова. Дома, да, я тоже капитан. Вон там повязки лежат, могу одеть. Первый ребенок в семье Сергеевых появился очень рано. Родителям только-только исполнилось 18. Вместе с рождением сына у Сергеева-старшего появилась и новая мечта. Может быть, сложится так, что я еще, может быть, с ним буду играть в команде. И одноклубники, и тренер все отмечают, что в свои 30 Сергей находится в прекрасной форме. А если еще принять во внимание самоотверженность и работоспособность девятого номера «Динамо», то шансы на осуществление заветной мечты кажутся весьма неплохими. «На самом деле разница приличная. Получается, что Сергею для того, чтобы начать играть с сыном, необходимо, чтобы прошло минимум 7 лет. Очень тяжело сохранять себя в форме на протяжении такого времени. Но если он поставит перед собой такую цель и будет к ней стремиться, то все достижимо. Для того, чтобы мечта сыграть с отцом в одной команде стала реальностью, Сергей Сергеев-младший, как и его отец когда-то в детстве, не пропускает ни одной тренировки. Если папа не на сборах и не на играх, он обязательно сам отвозит сына на занятия. Полчаса от дома до школы – время, когда они вдвоем и могут по-пацански обсудить все футбольные дела. Как только свободное время у меня выпадает, я стараюсь возить его на тренировки, и наблюдать, как он тренируется, где-то ругать, где-то хвалить, потому что я немножко в футболе разбираюсь, и кому его слушать, если не меня. Сам Сергей занимался футболом в небольшой школе «Красногвардейц» на юге Москвы. Неудивительно, что когда пришло время серьезных занятий для сына, Сергеевы остановили свой выбор именно на этой школе. Кстати, первый тренер Сергеева-старшего до сих пор работает здесь. Сергей – самый именитый из всех его учеников. Были хорошие ребята тоже, даже в этой команде, где он был в детстве, были хорошие ребята, но, видимо, он хотел больше всех. Ну, поэтому, видимо, и добился больше, чем кто-либо другой. Сергей Александрович, мое почтение. Здравствуйте. А с Михаилом Четырикашвили Сергеев и вовсе провел все школьные годы бок о бок, играя в одной команде. Теперь он тренирует его сына. Когда у ребенка что-нибудь не получается, он говорит, «Сергеев, у тебя папа капитан сборной России, а ты пас точно не можешь отдать». Сам тренер Сергеева-младшего отмечает поразительное сходство сына с отцом, причем не только внешнее. Гены сказываются, они похожи по манере движения, а в дальнейшем будет видно. И в холод, и в дождь, и в жару, и чуть ли не в слежную бурю Сергей Сергеев пристально следит за каждым движением своего сына на футбольном поле. После тренировки еще предстоит разбор полетов. Когда на обратном пути едем в машине, я ему обязательно указываю на какие-то моменты определенные, которые, допустим, у него не получались или что-то получалось хорошо, наоборот, фалю. Ну, если у меня иногда не получается ударить, то он мне показывает, ну, как правильно давать передачу. Сергей отмечает, что хотя сыны усердно тренируются, подход к футболу у них все-таки разный. Мы одна кровь, но мы разные люди, и, мне кажется, того рвения, которое было у меня, я не вижу у него. К сожалению, мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы он же так же сильно хотел играть в футбол, как я, но, к сожалению, по крайней мере, сейчас этого мне не видно. Четыре года назад в семье Сергеевых стало еще на одного футболиста больше. Когда Семену было всего две недели, Мария взяла его с собой на матч супруга. Видимо, именно тогда футбол так запал Семену в душу, что сейчас он буквально не расстается с мячом. Я говорю, скорее всего, что Сема родился с мячом в ногах, потому что ему очень нравится футбол. Он гоняет, может, мне кажется, даже ночью он там спит и периодически гоняет мяч. Супруге Сергеевы вместе уже 14 лет. Красивая история любви началась, когда футболист Сергей и гимнастка Маша познакомились в колледже. История о том, как сын Сергея Сергеева стал Сергеем Сергеевичем Сергеевым, одна из самых любимых в этой семье. Мои родители были против, чтобы называли как папу. Когда приехали в роддом, увидели Сереженьку, все вопросы отпали сразу. Наши бабушки сказали, тут даже не надо выбирать ими, Сереженька, и все. Кто знает, может, мечта Сергея об игре с сыном в одной команде вскоре осуществится. А пока все знакомые подшучивают над Марией, мол, в вашей семье скоро будет своя футбольная команда. У меня, конечно, есть мечта, чтобы мы были гимнастки, но пока только футболисты. Дальше посмотрим, как оно и получится. Я ничего не могу сказать, как бог даст. Может быть и футбольная команда. Но я надеюсь, что мини-футбольная.